Так вот, давай расскажем. Песня «Зя мой обережит Бордо» относится к началу 70-х годов. В течение трёх лет, 5 декабря, в День Конституции, тогда это было так, так, собирались у меня, был магнитофон, были братья Слепаковы, это был Серёжа, Вова и Саша. Ну, Сёма – это сын Серёжи. Семён Слепаков – это сын Серёжи Слепакова. Да, мы с Серёжей учились в параллельных группах в университете на одном потоке. Вот, и записывали песни про Зяму. А Зяма – это был Слёпин одногруппник, наш однокурсник, Славик Семенюта. Ну, там всё очень просто. Славик – это Слава, Слава – это Сява, а Сява – это Зяма. Поэтому Зяма. Написали порядка 36 песен про Зяму. Потом Бобина, когда это была Бобина, 350 метров, записи всех песен, после трёх лет записывания на эту Бобину, была дана Юре Рубину, который, в свою очередь, дал её некоему Брудному, или Брудому, это его одноклассник, я не знаю, кто он там был. И кассета пропала. И мы лишились всей записи за три года, что 36 песен. Вот, но, это не значит, что их перестали петь. Мы их поём, мы их помним, мы их знаем. И эту песенку написали братья Слепаковы, Саша. Я думаю, что Саша с Серёжей. Вот, написали песню «Зяма и Бриджит Бардо». Но поскольку я написал... «Зяма и Бриджит Бардо»? Я написал... Подожди, «Зяма и Бриджит Бардо»? «И Бриджит Бардо». Я написал три песни про Зяму. Блин. Они канули. Они даже не успели быть записанными. Одна, по-моему, была записана, называется «Камту Зяма» и так далее. Они важны. Так вот, эту песню я пою как свою, в обмен на те, которые канули в лето вместе с записями. Она моя, будем считать, «Зяма и Бриджит Бардо». А сейчас споешь? Сейчас спою. Вот сейчас спою. Сейчас уже. Угу. Ммм. Ммм. Песня студенческая, поэтому там очень много еды. Там много о еде. Но не потому, что голодали. Нормально. А потому, что Зяма, я могу о нем что сказать. Зяма был хороший наш приятель, замечательный паренек. Папа у него был главным редактором партийной ростовской областной газеты «Мола». Некто Семенюта. И жил он поэтому в Апумовском доме. Мечта жизни всех окружающих. Вот. Ну, Слепаковы сами жили в профессорском доме там в двух шагах от него. Тоже шикарная квартира. Папа профессор, мама преподаватель. Вот. Не в этом дело. Он был насмешник и остроумец. Он умный паренек, хороший. И дружили они с ним. Он всех подкалывал. А они в качестве подколки, братья Слепаковы, начали писать песенки. Да, так интересно. На известные мелодии. Слушайте, ну, в третку с тем временем народ как бы шубдался. Зяма выступает несомненным героем. Богатырем. В общем. В той песне, которую я написал и которая в записи никуда не дошла. Есть такие слова. Зяма. У Зямы лоб громадный, умный, заурядный. Кругозор широкий, шире, чем обычный. Это кразов три. Там-та-ра-дам. В этом смысле Зяма просто неповторим. Кам ту Зяма. Кам ту Зяма. Райт нау ту-ду-ду-ду. О, вами. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Right now.